Уважаемый Геннадий Леонидович, уважаемые присутствующие, по состоянию на 6 апреля в Одесской области зарегистрировано 27 случаев коронавируса, подверженных методом ПЦР, из которых 16 человек находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. На 6-4 из 16 пациентов, находящихся в стационаре с подверженным диагнозом, 6 жителей Одесской области, остальные жители города Одессы. Из пациентов, находящихся на стационарном лечении, 3 в тяжелом состоянии, без аппаратного подключения, 3 легкой степени, средней тяжести 10 пациентов. Из 27 пациентов с подтверженным диагнозом 17 жителей города, 9 мужчин, 8 женщин. В возрасте от 19 до 29 лет 1 пациент, от 30 до 39 лет 3 человека, 40-49 лет 2, 50-59 5 человек, 60-69 4 человека, 70-79 1 пациент. С 13.03 в инфекционную больницу поступило 279 человек с подозрением на COVID-19. Из них 90 с пневмонией. За этот период выполнено 235 быстрых тестов и получено 24 положительных результатов. Методом ПЦР подтверждено 27 результатов. Из пациентов с подверженным диагнозом COVID-19, находящихся на самоизоляции, у одного пациента 3 числа был произведен забор биологического материала на ПЦР-диагностику и получен положительный результат. Пациент продолжает лечение. Из пациентов, находящихся на стационарном лечении, направлено на контрольное исследование 1. Получен положительный результат ПЦР-тест. Пациент продолжает лечение. Сегодня исследование будет проведено еще трем пациентам, находящимся на самоизоляции силами мобильной бригады Центра неотложной помощи. Отдельно стоит осветить работу с контактными лицами. По состоянию на 6-4 из областного лабораторного центра поступила письменная информация по 287 контактным лицам, которые переданы в Центры первичной медико-санитарной помощи под наблюдение семейных врачей. У 15 пациентов закончился период карантина, и они сняты с изоляции. Одной из главных задач является медицинский кризис-менеджмент и координация усилий. Так, на базе неотложной медицинской помощи в городе создан Центр мониторинга и противодействия COVID-19, основной функцией которого является связь всех уровней оказания помощи при COVID-19, сбор оперативной информации, онлайн-взаимодействие всех опорных учреждений с Департаментом здравоохранения. На базе Центра неотложной помощи круглосуточно работает колл-центр в режиме горячей линии, консультируя одесситов по вопросам коронавируса. Предоставляется больше 200 консультаций в день. Для более широкого информирования населения города подготовлены 6 спикеров, которые проводят разъяснительную работу в различных средствах массовой информации. В рамках служебного пользования для оперативного мониторинга коечного фонда всех стационарных коммунальных учреждений, включая госпитальную базу пациентов по COVID-19, создан сайт, управление которым осуществляет Центр мониторинга и противодействия COVID, где можно будет оперативно решать вопросы наличия свободных мест в лечебных учреждениях, перераспределения потока пациентов в зависимости от занятости коек и наличия свободных аппаратов ФВЛ. В процессе разработки функционал сайта, направленный на контроль пациентов, находящийся под амбулаторным наблюдением семейных врачей и в режиме самоизоляции. Организованы три мобильные бригады Центра для проведения на дому тестирования быстрыми тестами на COVID-19 и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики, находящейся на амбулаторном лечении самоизоляции. Бригады прошли оперативное обучение на базе областного лабораторного центра по методике забора биоматериала и его транспортировки, полночью обеспечены средствами индивидуальной защиты, холодильниками, транспортными средами для ПЦР-диагностики и быстрыми тестами на COVID-19. Утвержден единый клинический маршрут и алгоритм действий врачей всех уровней оказания медицинской помощи при COVID-19. Утверждены критерии качества эпидиагностики и защиты персонала амбулаторных и стационарных учреждений. При городском штабе создан экспертный совет по вопросам противодействия COVID, который будет разрабатывать рекомендации и стратегическое планирование для снижения риска инфицирования и предупреждения коронавирусной болезни. На базе опорных лечебных учреждений созданы локальные штабы, оперативно решающие чекующие потребности служб, а также вопросы защиты и противодействия распространения COVID-19. Происходит перепрофилирование лечебных учреждений. Подготовлен приказ Департамента здравоохранения о мероприятиях по перепрофилированию коечного фонда в городских учреждениях. По состоянию на третье и четвертое осуществлена остановка госпитализации и перевод всех детей с острыми кишечными заболеваниями из инфекционной больницы в клинику Одесского национального медицинского университета. Всего четыре ребенка, которая временно определена по данной патологии как профильная, что позволило развернуть еще 40 коек отделение номер 18 инфекционной больницы для оказания помощи больным с подозрением на COVID-19. Также 6-7 апреля из инфекционной больницы будут переведены все пациенты с вирусным гепатитом в гастроэнтерологическое отделение ГКБ-10, которое на весь период борьбы с COVID определена как профильная по гепатитам. Дальнейшее перепрофилированное отделение будет производиться согласно разработанного приказа Департамента по особому распоряжению. Производится ежедневный мониторинг текущих потребностей материально-технической базы лечебных учреждений по борьбе с COVID-19. Всеми лечебными учреждениями заполняются таблицы текущего состояния с потребностями по мере поступления выполняются Департаментом. В настоящее время опорное учреждение инфекционная больница обеспечена расходными материалами. В то же время все лечебные учреждения второй линии и службу неотложной помощи осуществляются поставки индивидуальных средств защиты и других расходных материалов. Формируется запас материалов, ежедневно пополняется запас расходных материалов, средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфицирующих средств. Одновременно для обеспечения лечебных учреждений средствами защиты, другими изделиями медицинского назначения в КП Одесса Фарм создан необходимый запас. В настоящее время заключены договора всеми опорными учреждениями второй линии по лекарственным препаратам и дезинфицирующим средствам. То, что касается обеспечения инфекционной больницы медикаментами, в настоящий момент азотромицины есть, лифлокс есть, цифилоспорины есть, дезинфекционные средства есть, томифлю есть, системы и шприцы и все остальное тоже есть. Вопрос стоит о плаквиниле. Этот препарат не зарегистрирован в Украине, но вчера из переговоров с областным департаментом здравоохранения стало ясно, что поступила гуманитарная помощь из Министерства здравоохранения и 100 упаковок плаквинила нам передадут. Также необходимый препарат, который употребляется при лечении этой патологии, калетра. У нас в инфекционной больнице есть остатки, но сейчас заключен договор и при первом поступлении в Украину у нас в первую же неделю мы это получим. Все остальные препараты у нас есть. И к томифлю, правда, тоже заканчивается, но нам обещают в эту неделю 500 упаковок к томифлю доставить при первой же поставке в Украину этого препарата. В городских медицинских учреждениях есть в наличии 75 аппаратов искусственной вентиляции легких. В первой ГКБ отремонтировано два аппарата искусственной вентиляции и два еще находятся в ремонте. Значит, отдельно хотим выразить благодарность нашим благотворителям, которые 4 апреля поставили два аппарата ИВЛ 10 ГКБ. Значит, один аппарат во второй роддом и два аппарата ИВЛ в первую больницу. Это аппараты высокого уровня и большой надежности. По кислородному обеспечению ведется работа сразу в нескольких направлениях. В инфекционной больнице подготовлена площадка и установлен клеоцилиндр на 2000 литров. На завершающем этапе работы, который проводит УГС Горисполкома по кислородной разводке, в боксированном отделении номер 10 на 40 мест. Ведутся работы по модернизации системы кислорода обеспечения и проведению новой электролинии для подключения кислородных концентраторов в лоротделение ГКБ номер 1. Ведутся ремонтные работы для организации отдельного входа для медицинского персонала и чистой зоны. Проводится работа по разведению дополнительных мест интенсивной терапии, модернизация системы централизованного кислорода обеспечения роддома номер 2, что обеспечит дополнительных 20 койко-мест. В ГКБ 5, дополнительных 12, приобретен криоцилиндр на 2000 литров, подготовлена площадка под его установку и кислородные развязки в терапевтическом отделении ГКБ номер 11, что обеспечит 40 дополнительных мест, проводится модернизация системы кислородообеспечения в отделении реанимации и гинекологии. Проведены переговоры с компаниями, поставляющие кислород на предмет наличия стоимости медподставки медицинского газа для проведения закупки с учетом увеличения нагрузок. Департаментом здравоохранения проведено предварительное перераспределение ассигнований для заключения прямых договоров на дополнительную поставку кислорода в связи с увеличением нагрузки. На эти цели выделено финансирование 2 миллиона гривен. Заключен договор с лицензированной компанией по вывозу и утилизации опасных отходов в инфекционной больнице. Также установлены дополнительные контейнера для твердых бытовых отходов. Совместно с Департаментом городского хозяйства разработан и утвержден план график для дополнительных бригад на проведение дезинфекции транспортных средств в опорных больницах в зависимости от этапности. По изоляторам, по обсерваторам ведется работа с Держпоживслужбой. Проведено совместное обследование предложенных для использования в качестве обсерваторов помещений санаторий «Виктория», санаторий «Мечта», гостиница «Октябрьская», санаторий «Куяльник». Одесская областная государственная администрация в качестве объекта, который может быть использован для этих целей, определен клинический санаторий «Куяльник» на 300 мест. Работа с медперсоналом. Для обеспечения работы созданного реанимационного отделения в инфекционной больнице необходимо дополнительное количество реаниматологов, медицинских сестер, санитарок. Приняты на работу три медицинские сестры, две санитарки, врач-офтальмолог. Получено согласие 7 врачей-реаниматологов на работу в инфекционной больнице и 10 медицинских сестер и санитарок. Проводится дальнейшая работа по привлечению кадров для работы в условиях COVID. Составлен график, и с 6 числа начинается обучение на рабочем месте врачей-рениматологов, городских больниц и родильных домов протоколом оказания медицинской помощи COVID. Направлено письмо в Одесский национальный медицинский университет с просьбой привлечения сотрудников и студентов для работы в лечебных учреждениях города. Ведется работа по организации перевозки медперсонала на работу. Все 100% медицинских работников обеспечены специальными пропусками для обеспечения доступа городскому транспорту. В настоящее время получено согласие с железной дорогой на доставку медицинских работников хозяйственными поездами. При содействии Союза охранных фирм решается вопрос в индивидуальном порядке доставки медицинских работников. Целью оперативной доставки работников инфекционной больницы до места работы в условиях массового поступления больных. Проводится работа по составлению договора с перевозчиком на оказание услуг по доставке медработников из Суворовского района. Запущены трамваи и троллейбусы для медицинских работников в 7 утра. Это отдельное спасибо Геннадию Леонидовичу. Это очень облегчит работу наших медицинских работников и вовремя, чтобы они приступали к работе в смену. Большое внимание руководства города уделяется поощрению медицинских работников, работающих в условиях коронавирусной инфекции. Сегодня у нас в городе в буквальном смысле на передовой медицинские работники городской инфекционной больницы. По итогам работы за март 2020 года 107 работников предприятия, задействованных в оказании медицинской помощи потенциальным больным с вирусной инфекцией, непосредственно занятых на работы по ликвидации заболеваемости среди заболевших коронавирусной инфекцией, получили премию в размере одного должностного оклада. Премия выплачена медицинским работникам приемного отделения инфекционного отделения 10, дежурным врачам инфекционной больницы. Всего поощренность 107 медицинских работников. Общая сумма ассигнований на эти цели из бюджета города составила 483 тысячи гривен. Кроме того, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения, который был подписан 2 апреля, было проведено дополнительное начисление доплаты в размере трех должностных окладов по тарифной сетке всем вышеуказанным медработникам, которое будет выплачено в ближайшие два дня. В среднем составит от 8,5 тысяч до 16,5 тысяч в зависимости от категории персонала. Одновременно готовится проект распоряжения городского головы об установлении муниципальных надбавок всем медицинским работникам и прочим работникам, водителям, сестрам, хозяйкам и так далее, которые оказывают и будут привлечены к оказанию медицинской помощи с коронавирусной инфекцией во всех учреждениях здравоохранения. Инфекционная больница, городские больницы 1, 5, 10, 11, детская больница 3, родильный номер 2 и городской центр неотложной медицинской помощи. На весь период работы в условиях эпидемии муниципальные выплаты работающим в учреждениях здравоохранения города составят от 4 до 10 тысяч гривен ежемесячно по категориям персонала. В период максимального разворота госпитальной базы для оказания медицинской помощи муниципальными выплатами будут охвачены полутора тысяч медицинских работников и месячная сумма муниципальных выплат составит до 10 миллионов гривен. С момента опубликования закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты, подписанного президентом Украины, в первые дни апреля медицинским и прочим работникам, непосредственно занятых под эти цели, установлются доплаты в размере 300% к заработной плате. Поэтому в первой половине апреля этим работающим будет произведена выплата повышенного аванса, исходя не менее 40% от общей суммы из 4-х месячных заработных плат. Окончательный расчет по итогам работы за апрель составит 60% от общей суммы из 4-х месячных заработных плат. В итоге за апрель месяц средняя заработная плата медицинских работников, работающих в эпиды и ЧГ, без учета муниципальной выплаты, которая будет платиться дополнительно за счет средств городского бюджета, составит при работе в режиме полной занятости врачам, имеющих категорию от 25 до 31 тысячи гривен, средним медработникам от 22 до 25 тысяч гривен, младшему медперсоналу 21 тысяча гривен. Хотим также поблагодарить все организации, которые обеспечивают питание медицинских работников. Питание сотрудников городской инфекционной больницы в данный момент осуществляет ООО «Фабрика СМАКУ» из 27-го трехразовое питание 80 медицинских работников ежедневно. Также ООО «Смартфуд» около 80 обедов ежедневно в зависимости от смены. Охвачены питание медицинские работники второго этапа госпитализации больных с COVID-19. При поступлении больных услуги питания будут оказывать ООО «Питание плюс городской клинической больницы 1» и детской городской клинической больницы номер 3. Питание медицинских работников родильного дома номер 2 со 2-го числа осуществляет ООО «Фабрика СМАКУ» в размере 14 порций. При поступлении больных охватит полностью. Питание медицинских работников городской больницы номер 5 на Лидерсовском бульваре осуществляет липкин компот в размере 15-17 порций обеда. Решается вопрос об организации питания сотрудников при массовых поступлениях больных на COVID-19. Организацию питания медицинских работников 10-й ГКБ при поступлении больных с COVID-19 организована депутатом Вишняковым Дмитрием Александровичем. Также решается вопрос в случае необходимости срочного обеспечения всех медицинских сотрудников питанием, в том числе третьего этапа госпитализации. Для этого формируются заявки. Также решается параллельно вопрос по расселению медицинских работников в случае развертывания их под базу COVID-19. Решается вопрос по третьей детской больнице, по пятой больнице. То есть у нас существуют договоренности с предпринимателями, которые их могут принять на временное жилье. Продолжение следует... Продолжение следует...